Утро на Елисея У бенгалов сильно развит охотничий инстинкт, поэтому они обожают подвижные игры, а если котикам уделяют мало внимания, хулиганят. Вообще, наверное, он больше похож на собаку, а не на кошку. Допустим, когда он был маленький у нас, у него любимая игра была – это утащить наши носки. Он их находил везде, когда особенно они на сушке висели. Вот он вот такая маленькая котявочка залазил на сушку, брал в зубы носок, прятал его и возвращался. Пока он все носки не перетаскает, он не успокаивался. Он у нас любит рвать постельное белье. Он прям берет его в зубы и рвет, как собаки. Я на самом деле хотела собаку. Муж мне не разрешил собаку, а разрешил кота. Ну вот я выбрала такую породу кота, которая похожа на собаку. Бенгальские кошки очень умные и поддаются дрессировке. Они легко запоминают свои клички и команды. Давай лапу. Молодец. А другую? Молодец. Пятнистые коты не могут жить без внимания, однако нежные объятия не любят. Бенгалы предпочитают, как дикие кошки, быть рядом с хозяином, следуя за ним везде по пятам. А еще они отлично ладят с детьми, даже играют с ними в одни игрушки. Опасный гад, кстати, с игрушками. Я не обижаюсь, если он что-нибудь плохое мне делает. Только угас и все. Просто я не обижаюсь. Улыбаюсь ему в ответ, что нельзя так делать. Да, он же феля, это же такой кот нам попался. Какой кот, так и будем с ним жить. Когда подрастает, то умеет. Он же такой мягенький, его хочется иногда пожимкать. Я уже его пожимкаю и говорю, терпи, терпи, феля, терпи. Из-за гиперактивности животных ответственных заводчиков у этой породы немного. Мы нашли профессиональный питомник бенгалов в Кемерове. Там Юля готовит к приезду к новым хозяевам малышей более редкого снежного окраса. Это уже окрас минг, то есть снежный окрас, он более темный. То есть здесь уже ярко выраженные розеточки у нас такого серо-карамельного окраса. И глазки у таких животных будут аквамариновые, то есть это зелено-голубые глазки. Котята из ее питомника живут в Бразилии, Далласе и даже Индонезии. Этих животных заводчики по-настоящему балуют. Кормят мясом, дают витамины и с ранних лет, как детей приучают к режиму. В определенное время спать ложимся. То есть у меня котята, например, знают, у нас отдельное помещение для котят. Котята знают, что 9 часов вечера у них выключается свет. И они со всей квартиры собираются к этому времени и уходят уже к себе. В 9.15 у меня уже кошечки все по полочкам, и они уже спят. Именно вот маленький настоящий леопардик. Цена бенгальского котелка с документами в среднем начинается от 25 тысяч рублей. Если вы хотите завести себе пушистика с экзотическим окрасом, будьте готовы отдавать ему много сил и энергии, и тогда он станет вам отличным компаньоном. Наиграли с домашними леопардами Татьяна Рябова и Константин Фролов.